Сегодня весь рабочий день глава республики Михаил Игнатьев провел в Новочебоксарске. График был расписан буквально по минутам. Остановки в основном в проблемных точках. Ранним утром десант чиновников высадился на стадионе спортивной школы номер один. Объект начали строить год назад, сдать намеренный ко дню физкультурника. Сейчас завершается строительство стандартного футбольного поля, беговых дорожек и трибуны для зрителей. Проверка качества работ пройдет буквально через пару недель. Ну что, дню физкультурника, приедем сюда, футбол играть. У нас в своем месте, сыграем. Троллейбусное управление – одно из проблемных предприятий Новочебоксарске. На сегодня здесь работают 244 человека, а требуется в два раза больше. Зарплата рабочих – от 4 до 11 тысяч рублей. Глава республики поручил властям города урегулировать вопросы субсидирования перевозок льготников и составить бизнес-план дальнейшего развития управления. Так и спросил, я говорю, а где токари? Можно же на этих станках точить изделия какие-то, тоже продавать на потребительском рынке. Это тоже дополнительные источники дохода для данного предприятия. Вопрос к вам давайте. Сегодня и депутаты, и администрация приняла решение, что предприятие любыми способами необходимо это для города сохранить, чтобы электрический транспорт в городе остался. С учетом этого ряд усилий, как мы говорили, они предпринимаются. Для меня это все-таки задача увеличения пассажиропотока на существующем транспорте, что приведет к увеличению дохода предприятия и работа по использованию существующего земельного участка и имущества. На трубном заводе дела обстоят получше. Продукция предприятия востребована практически во всех регионах России и многих зарубежных странах. Здешних рабочих интересовали вопросы экономического развития республики. В Советском районе намечается строительство завода совместно с китайцами. Мне вот хотелось бы узнать, что вы думаете по этому вопросу? Абсолютно правильный вопрос вы поднимаете, потому что от экономики Чувашской республики зависит уже уровень жизни жителей Чувашской республики. С китайцами мы хотим определенные проекты реализовать. Это пока еще все на уровне разговоров. Михаил Игнатьев интересовался не тем, что обычно принято показывать руководству, а проблемами и заботами обычных граждан. Отступив от предложенного маршрута, глава общался с жителями города Спутника. В основном их волновали бытовые вопросы. Можно ли поставить запрещающий знак, чтобы машины не ездили по двору и не парковались на газоне. Михаил Игнатьев заглянул и в детский сад. В течение года у ночбоксарских родителей возникали вопросы с оплатой содержания детей. После вмешательства городских и республиканских властей проблему регулировали. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков. Республика. Кортеж главы республики остановился и у автовокзала. Замечания к руководству Новочебоксарской станции у Михаила Игнатьева нашлись сразу. Главе республики не понравился внешний вид здания. Хотя для пассажиров здесь пытаются создать максимальный набор услуг. Внутри работает парикмахерская, столовая и мини-маркет. На платформе вокзала Михаил Игнатьев задержался надолго, чтобы пообщаться с местными жителями и гостями из других районов. Желающих поговорить о наболевшем лично с главой республики оказалось много. Кто-то был недоволен закупочными ценами на молоко, кто-то жаловался на нелегальных перевозчиков. На бродях центрального вокзала по проспекту Мир, плоди того, что казанские автобусы устроили свое расписание. Через каждый час отправляются по заниженному тарифу. Сбивают регулярные перевозки только так. Городские автобусы катаются по всей Чувашии, по каждой деревне. Владимир Николаевич у меня, уполномоченный, независимый институт, как должностное лицо, сегодня защищает права предпринимателей Чувашской республики. И он сегодня, имея свои полномочия, может по вашим предложениям, по вашим просьбам, представить мне официальный ЕТСАМ. Потом подключим правоотно-аниментного органа, налоговую службу и примем соответствующие меры. А жительница Марпасадского района рассказала Михаилу Игнатьеву о том, что ее родная деревня попросту отстает от цивилизации. К примеру, даже продукты в единственный на несколько улиц магазин завозят только три раза в неделю. Не решены вопросы с газификацией некоторых жилых домов. Пущино и Водолеево не газифицированы до сих пор. Медсестра в неделю раз по деревне ходит, не болеешь ли, вот так скажут. Два года назад сделали проект на Пущино, Водолеево не могу сказать. Проект газифицированного, до сих пор ничего. Я возьму на учет, чтобы включить план для того, чтобы газификацию все равно провести. Но самое главное, нужны быть потребители, сами жители должны быть готовы к газификации своих домов. Готовы? Уже проект, мы же платили за проект. Михаил Игнатьев отвечал на вопросы горожан и во время осмотра местного рынка. За последние годы здесь была проведена глобальная реконструкция. По многочисленным просьбам над прилавками построили крышу. Приценивался и внимательно присматривался глава республики и к тому, что продается здесь. Вообще на этом рынке, отмечают многие, от покупателей нет отбоя. Не менее популярным местом в городе Спутники является и местная роща. Правда сейчас здесь не хватает аттракционов, замечают гости. Местные власти пообещали подумать над решением этих вопросов. Все хотят сегодня жить лучше, чем вчера. Это абсолютно правильный подход, справедливый подход. А мы органы власти должны, конечно, быстрее разрешать все эти вопросы. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.